Всем привет! Смотрите видео, как восстановить данные с программного RAID 0, 1 и 5, собранного на операционной системе Linux при поломке одного или нескольких жестких дисков. Программный RAID, построенный на операционной системе Linux не славится своей надежностью. Отключив хотя бы один из дисков RAID массива он перестает монтироваться и вся информация остает недоступной. В таком случае вам понадобится утилита, которая сможет собрать массив из оставшихся дисков, найдет и отобразит данные, которые там остались, а также поможет их вернуть. Программа Hetman RAID Recovery позволяет восстанавливать данные с нерабочих RAID массивов или дисков, которые входили в него, вычитывает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении, на котором был создан массив дисков, обладает возможностью воссоздать разрушенный RAID и позволяет скопировать из него критически важную информацию. На данный момент дистрибутива Hetman RAID Recovery для операционной системы Linux нет, но запустить программу на этой операционке вполне возможно. Как это сделать вы можете посмотреть в одном из предыдущих наших видео, ссылку я оставлю в описании. Для восстановления информации из поврежденного RAID Linux подключите диски к компьютеру с операционной системой Windows. Если у вас нет такой возможности, можно установить виртуальную машину с Windows или установить ее как вторую систему. Для первого теста у нас есть программный RAID 1, состоящий из двух жестких дисков, собранный на операционной системе Linux. Первый RAID состоит из двух и более дисков, являющихся полными копиями друг друга. Хотя он и имеет высокую надежность, при падении одного диска в операционной системе Linux смонтировать массив не удалось. В дисковой утилите он по-прежнему доступен, но кнопка монтирования отсутствует. Автомонтирование тоже недоступно. Headman RAID Recovery сразу же определила все параметры, автоматически собрала и отобразила дисковый массив. В менеджере дисков кликаем по массиву правой кнопкой мыши и открываем его. Выбираем «Быстрое сканирование» и жмем «Далее». По окончанию процесса программа отобразит найденную информацию в правой части окна. Утилита без труда нашла все данные, которые остались на диске. Их содержимое можно глянуть в предварительном просмотре. Осталось лишь отметить файлы, которые нужно вернуть и нажать «Восстановить», указать место, куда их сохранить «Далее», «Еще раз восстановить» и готово. По завершении все файлы будут лежать в указанной папке. Программный RAID 1, собранный на операционной системе Linux, устроен таким образом, что записывает служебную информацию о данном типе массива на всех его дисках. Из скольких накопителей он состоял, их серийный номер и где расположено начало каждого носителя. Поэтому при недостающем диске программа считывает эту информацию с других носителей и подставляет данные о недостающем диске при построении поврежденного RAID. В некоторых случаях эта информация может повредиться. При построении массива утилита не может определить, из каких дисков и по какому смещению находилась информация о данном носителе. В таком случае после сканирования программа не найдет никаких данных. Для того, чтобы найти информацию, которая осталась на накопителе, потребуется воспользоваться RAID конструктором. Здесь помимо всех параметров нужно оказать смещение, по которому расположен начало диска. В каждой файловой системе есть свои сигнатуры, по которым можно определить ее начало. Указав это смещение, вам удастся собрать поврежденный RAID и достать из него информацию. Для поиска смещения воспользуйтесь Hex-редактором, кликните по диску правой кнопкой мыши и откройте Hex или же нажмите сочетание клавиш Ctrl-H. Начало накопителя в Linux можно найти примерно по такому полю – MediaLink, где link – это имя учетной записи пользователя. Как известно информация о начале диска в данной файловой системе записывается во втором секторе сначала, поэтому нам надо подняться на два сектора вверх, затем сконвертировать значение Hex в десятиричную систему. Для этого воспользуемся калькулятором, в калькуляторе выбираем режим программиста, отмечаем Hex и вводим это значение. После чего сразу же получим нужное смещение в десятиричном виде. При наведении на начало сектора всплывает окно с данной информацией. Теперь, когда известно смещение, осталось указать его в RAID конструкторе, добавить диск, просканировать, и вернуть данные. Следующий на очереди пятый RAID. Как создать программный RAID 5 в операционной системе Linux я уже показывал в одном из предыдущих видео, ссылка будет в описании. По данной видео инструкции вы без труда сможете собрать любой доступный тип массива. А сейчас давайте разберем как восстановить данные с данного типа массива. Пятый RAID это избыточный дисковый массив с чередованием и отсутствием выделенного диска четности. Он устроен таким образом, что должен оставаться в рабочем состоянии при выходе из строя одного диска. Но вот на практике оказалось, что при поломке одного из дисков, программный RAID нельзя смонтировать и достать из него данные. Для того, чтобы вернуть информацию, нужно подключить новый диск или воспользоваться дополнительным софтом. Для теста был создан программный RAID 5, состоящий из пяти накопителей, один из которых поврежден. Подключаем оставшиеся диски к компьютеру с операционной системой Windows или добавляем их в виртуальную машину. Headmon RAID Recovery без труда удалось определить тип массива и его параметры. Как видите один диск пустой. Кликаем по RAID правой кнопкой мыши и жмем открыть. Анализируем массив с помощью быстрого сканирования. Как видите программа без труда нашла все данные, которые остались на дисках. Отмечаем нужные файлы и жмем восстановить. Указываем место куда их сохранить и еще раз восстановить. По завершению вся информация будет в указанной папке. Даже при поломке нескольких дисков массива программа определила тип RAID, его файловую систему и другие параметры. Два диска пустые. Просканируем и посмотрим что удастся найти. Жмем правой кнопкой мыши по массиву и открываем его. Выбираем быстрое сканирование и жмем далее. В результате быстрого сканирования программе не удалось найти целых данных. Попробуем выполнить полный анализ. С помощью глубокого анализа программа нашла данные, которые остались на дисках. Но некоторые из них повреждены, в случае поломки двух и более накопитель из данного типа RAID он встает полностью нерапотоспособным и вернуть информацию с него довольно трудно. Поэтому такой результат можно считать очень даже хорошим. Удалось вернуть часть сохранившихся данных. Отмечаем их и восстанавливаем. Для последнего теста мы собрали нулевой RAID из пяти жестких дисков. При поломке одного диска из данного массива он встает полностью нерапотоспособным и всю информацию можно считать утерянным. В операционной системе Linux его нельзя смонтировать. Диски также не открываются. Давайте посмотрим, удастся ли достать хоть какую-то информацию с помощью Headman RAID Recovery. Нулевый RAID это дисковый массив повышенной производительности с чередованием без отказа от устойчивости. При выходе из строя даже одного из дисков он стоит полностью нерапотоспособным. Строго говоря RAID массивом он не является, поскольку избыточность в нем отсутствует. Программа определила тип и параметры массива. Один диск пустой. В таком случае быстрое сканирование ничего не нашло. Нужно делать глубокий анализ. После глубокого анализа утилита нашла данные. Некоторые файлы повреждены. В Headman RAID Recovery удалось найти часть сохранившейся информации. Отмечаем файлы, которые нужно вернуть и жмем восстановить. Указываем место для сохранения, далее, еще раз жмем восстановить. И по завершении процесса готово. Все файлы будут лежать в указанной папке. В заключении можно сказать, что все данные которые остались на диске можно восстановить. Просто в некоторых случаях нужно указать смещение по которым находится начало диска и другие важные параметры. В итоге программа сможет определить где искать нужную информацию, отобразить файлы и вы сможете их вернуть. В некоторых случаях удастся восстановить лишь часть данных, но все же это лучше нежели полная их потеря. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.